Телеканал КРТ представляет В Лондоне? Да Злая новость А куда ставить? А нет, куда? Это операция-провокация Это говорит, у нас на выбор есть Министры висят Такой-такой Вот Слава Наспанка Да Это очень интуитивные люди Ложа Ложа Астролог Нумеролог Френолог Аторолог Дубинский на самом деле понял, что трюк с велосипедом Голобородки год назад сработал Тут немножко как-то очень так пуританский И вы снова застугали в радио за странной перепиской Вы обогизите? Иногда по странам Иногда по странам Когда скукотишь Когда Богдан скучает Я обогизю Обогизю, да Доброе утро Сегодня в субботу Как всегда ваша любимая передача Три кандидата В гостях у нас сегодня ведущий четвертого канала Михаил Шаманов Он подготовился Поэтому поприветствуем Михаила Ура Михаил на самом деле не только теле Но он еще и радио ведущий Так что вы его не часто видите, но еще и слышите Я просто все регалии решил так Не сразу, а растянуть на передаче Не, а может просто некоторые знают Михаила по голосу Надо начинать всегда В гостях у нас наш друг А все остальное Вот эти регалии Это все вторично Здравствуйте, Михаил, спасибо Здравствуйте, очень приятно быть в вашей компании Вот, вот Михаил, ладно, мы пока тебя не будем мучить новостями В это субботнее утро Да, в это субботнее утро У нас тут очень много новостей за неделю И вот, наверное, начнем с блока Любимого Алексея Якубина Да, это новость связанная с пятым президентом Украины Вот Пятый президент Украины У нас постоянно ходит теперь на разные допросы и следственные действия Тут есть у нас кусочек видео, сейчас режиссер покажет О том, что Порошенко по пути в суд разбил камеру журналистов Вот Вот Собственно Видите, сразу для тиктока ускорено Правильно В общем У него своя группа поддержки уже с ним ходят Конечно Ну а может он хотел дать пять А дал Вот Вот так И все Привет Ну это такой, правда, неожиданный ход? Да Петр Порошенко Боян Прибыл в Печерский суд Его сторонники скандировали ледокол Он теперь ледокол Раньше думали, что ледокол это Бахматова Оказывается, ледокол это Порошенко Вот Сам Петр Алексеевич побарабанил спирала в бочку после сцены А потом заявил, что нынешняя власть включила Светофорный зеленый свет для российской пятой колонны в Украине То есть он, наверное, решил бороться с зеленскими его же методами Какими-то видосиками, мамасиками Подожди, тогда нет, смотри Остается тогда притула тернопельский сир и остается сам по себе Должен появиться тогда еще какой-нибудь, допустим, там Порубий бульдог Да? Или как это называть правильно теперь У каждого должен быть второй никнейм какой-нибудь Нет, ну подожди, но если он ледокол Торчинов пастор Там уже все понятно Кровавый, да То кто лед? Кто лед? Кого-то видел Ну ледокол уже должен как бы разбивать какой-то лед Кстати, Петр Алексеевич Крыга с кресла Крыга с кресла Лед сердец Лед сердец Не, он, наверное, готовится к зиме Что если зимой уже как-то будет холодно Нет, к зиме готовится кличко Ледоколить можно ледоколить будет Ну тут такое лето, что и лед может появиться в любой момент Как бы мы не исключаем и такой фактор Нет, да смотрите, у нас, ну этого же не было ледоколов У нас в военно-морском флоте нет ледоколов А теперь уже как бы Ну и логично Пояс не тот совершенно А зачем, если у нас свой? Ледокол? Конечно Ну выявленный Какой лед, такой и ледокол Все нормально Нет, посмотри, в пиар-службе сидит такая президент И говорит, так, давайте как-нибудь его Должен быть какой-то у него позывной Позывной это модно Дупло Баржа, катер есть уже, кстати Вот Баржа Нет, не баржа Ну так, значит, как-нибудь Баржа это другой ксад Сладкий Боинг 700 Нет, как-то Боинг тоже А у нас шоколадный есть Подождите, у нас же был Петро инкогнито Да Ледокол инкогнито Ледокол инкогнито Это красиво звучит Ледокол Ленин, но инкогнито Под крики Крыгола, то есть ледокол Порошенко самопровозгласил себя лидером украинской оппозиции А ты знаешь, почему, кстати, вот инкогнито? Почему лидером? Нет, потому что вот был бы он таким человеком не скрывающий свою персону У нас бы вся кондитерка называлась бы Порошенко А так он скромный Порошенко А можно будет сделать теперь новую конфету Крыголам? Крыголам? Миссевий ингредиент Так, дальше Это же не все, что было под судом В это же время Во время речи Порошенко у Печерского суда В него бросили пачку долларов Но не настоящих Как бы он, может, и обрадовался, если не настоящих Нет, а я думаю, что многие поняли, что они не настоящие, потому что Петр Алексеевич за них особо не боролся Кстати, сейчас видео нам тоже включат, покажем кусочек Я говорю, вот же с тобою, шановни, друзья, шановни, браты и сестры Там уже такой биток положили, знаешь, еще чуть-чуть Котлета, это был Тищенко Новый хит Ну, в общем, лимоны закончились просто Мне кажется, скоро вот эти суды по Порошенко, они будут более зрелищные, чем заседание Верховной Рады Это же всегда перформанс Это можно хайпануть, да, красиво Опять же, вот этот бросок с долларами Кто-то крикнул, рано, рано, чего ты, подожди, митинг не закончился, что ты деньги раздаешь? Зачем? И не туда Не туда, да, не в того, не в того Да я домой тороплюсь на последнюю электричку, держите, сами разберетесь Сами разберетесь Ваши грязные деньги Да, да Вышел, допустим, перед судом или посюда Пожонглировал, там спел, станцевал Ну, вот классно ж, зрелищно Вообще, вот эти штуки, когда Порошенко выходит, он всегда почему-то приходит весь в черном В черных перчатках Ну, понятно, выступает без маски, но у него черные перчатки, думаю, ну, сейчас фокусы будут показывать Хочется Ну, только не белые перчатки, а черные И вот кролика, а кролик далеко Нет, шляпы нет Это же знаменитый трюк с перемещением Все думают, что он должен быть в суде за решеткой А он постоянно, оп, а я опять вышел А я опять свободен Нет, ну, кстати, не хватает Гудини украинской политики Не хватает какого-то смокинга Гудини, кстати, лучше, чем ледокол Гудини Ледокол Гудини тоже неплохо Нет, ему действительно не хватает смокинга Правда? И такой вот Тогда белые перчатки, а не черные А просто из-за ковида можно и фиолетовые, или еще какие-то То есть ему надо нанять стилиста нового Ну, да И ходить в смокинге Вот представьте, какой будет у всех шок И в бабочке Во фраке Так я же тебе говорю Фрак, пенсные, бабочка Так, продолжаем тему Порошенко ГБР вручил эпидозру пограничнику, который выпустил Порошенко на Мальдивы Суть всего этого дела, что Вот тут это, как журналисты опять-таки же Пишут, что в январе 2018 года, когда Порошенко летел на Мальдивы Он же под этим Петро инкогнито видом пролетал Что, оказывается, он незаконно пересек границу Что он пересек Не через пункт пропуска КП Жулианы Аэропорт Киев, а через завод, который там рядом находится Чтобы его не преследовали журналисты Есть и такой был пункт У меня семья так проползла, мне просто интересно Ну, через 410-й завод авиации И обратно А обратно? Без штампика? Стампик завода Пропуск проходная Там клац должен быть А вы говорите, ничего не расследуется Вот пограничника уже решили привлечь, а не фигуранта У тебя кроме Порошенко новости есть какие-то? Что пограничник делал на заводе? Нарусал закон Добрый день, я сегодня пришел к вам нарушать закон Проходите, пожалуйста Петр Алексеевич сейчас полетит Пропускал этих, да, беженцев Инкогнита Проходите И паспорт же был такой именно Петр Алексеевич инкогнита Новенький Переходим к Марине Варшенко Фото в маске Он должен был и новенький такой вот Да, свеженький еще Оп Пробили Если новенький, то айди Вы явно не в курсе Это уже пластика А серьезно уже айди? Ну если новенький Для того, чтобы за выезд за рубеж? Да для всего А куда ставить? А некуда А зачем? А никто никуда не ездит Это же загранпаспорт Вообще в тех нормальных сторонах Один паспорт Он и внутренний, и загран считается Это в Беларуси Не в Штатах такая ситуация Ну ладно Это есть такой чудесный фильм Паспорт часто выполняет роль удостоверения Личности Да, на вождение автомобиля точнее Есть такой чудесный фильм польский Ва-банк Помните? Там когда вот это какого-то миллионера Вывозили Вот ему там значит строили специальный Пограничный контроль Один, второй Потом это все убирали Так все актеры были Вот я думаю тоже так же Значит, Петр Алексеевич такой сидит Думает Хочу на Мальдивы Он говорит, все, сейчас значит устроим И ему там отдельно строят Пограничный пункт Там мытник сидит такой Говорит, так вы по зеленой зоне Кажется Нет, смотрите А вот что теперь делать Всем будущим вот таким мытникам? Ведь это же может быть прецедент Вот так кого-то выпустили А потом им скажут А чего вы не узнали? Вы думали это инкогнито? Нет Читайте газеты Смотрите телевизор А мытник? А я телевизор не смотрю Я вообще не знал кто это Я максимум смотрю по субботам Три кандидата там не показывают Не всегда Вот так Марина Порошенко Тоже отличилась под судом Ты готовился Марина Порошенко Обратилась к поклонникам Или к группе поддержки Со словами Пороха Браты и Пороха сестры Приветствую вас Пороха братья и Пороха сестры Это как-то так звучало Ну прекрасно же Братья по пороху Да А сестры по пороху Главное чтобы никто не курил в толпе В это время Я бы еще добавил Братья ледокольцы Ледоколяне Ледоканальцы Да Крыголамцы 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 Ох Не ну пороха братья и пороха сестры Это как-то так уже прям Это секта Это секта Это секта уже Шейпинг клуб вот этот да Фитнес диаспору всю А нет А как же быть с другими гендерами Это вот тоже не совсем корректно Это к парламенту Там у нас очень много классных экспертов Это тоже не корректно Пороха братья и пороха сестры И те кто не определились Да То есть должна быть какая-то и такая опция Ну а как тогда Между прочим пока к вам ехала на эфир Увидела Нет Слушаю радио Ну и сегодня оказывается день веры в единорогов Верите ли вы братья и сестры в единорогов Я верю Я когда выезжаю обычно из дома У меня такой большой бигборд На нем значит такой маленькая единорожка И написано Викуся вернись пожалуйста я тебя люблю Нет А я думала что не так И уникорн витраст Вот так должно быть И вот я думаю сразу как он вот он жену То есть единорожка Это как бы он один раз изменил Но все равно ты возвращайся я тебя люблю А это он типа у себя да что у него Ну это вот такое было значит обращение Судя по всему к своей любимой жене Викуся вернись я все прочью Ну вот ты единорожка я тебя так вижу То есть помимо того что он изменил он решил еще об этом всем рассказать Похвалился Нет так просто вопрос в другом Ну по идее рога это тех Не тот кто изменил а кому изменили Ну то есть изменили Ну то есть это как бы получается это она ему изменила Нет я судя по всему это он изменил Теперь она с рогом с одним А так это только единорог девочка Ну да единорожка она Единорожка Ну а может она ждала принца на белом коне А вместо принца с конем пришел единорог А ничего что как бы один рог фаллический символ То есть это как бы А вот меньше Фрейда надо читать Вот сейчас доктор Фрейд такой Так Алексей Алексей правит Молодец Алексей придете ко мне на прием Иногда рог это просто рог На перездачу да Ой ладно раз мы уже начали эту тему Парахоботы 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 Запустили слух о беременности Мендель от Зеленского Мендель это пресс-секретарь президента кто не знает Да Это написал Роман Ревер Джук Есть такой Известный Да 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 Потом Геннадий Балашова это зачем то в своем ютуб канале Собственно прокрутил Вот Что дескать по его версии Пресс-секретарь Мендель беременна от президента Украины Соответственно первая леди собирается с ним подавать на развод В общем я не знаю это Это уже какой черный юмор пошел или Да Мне кажется это уже как бы внизу даже юмор Мне кажется что тут все парахобратья и парахосестры Это же какой-то орден понимаете Орден да У них должны быть какие-то там обличительные какие-то там рясы Мы должны их как-то узнавать У них должен быть какой-нибудь там вот свой Парахобратская ложа Я кстати я нигде не видел фотографии Я кстати нигде не видел фотографии беременной Мендель на самом деле Это вообще соответствует какой-то действительности Кирилл тебя только это смутило во всей этой информации Я думаю Богдан скоро выложит фото Фотошоп Богдан На самом деле мне кажется это уже какой-то прям Ну вот если говорить даже о технологии Ну какой-то прям очень черная технология То есть разбить пару не знаю Зеленский Зеленских да Елены и Владимира Ну ладно Парахобратья А Балашов Он же к этому отношения не имеет Давайте Давайте отследим цепочку событий Сначала Елена Зеленская Нет Сначала Зеленский говорит Я бы наверное переболел бы на ковид Да Через некоторое время Зеленская Ну заявление что она таки заболела Но с Зеленскими детьми все хорошо Да Значит Елену Зеленскую на две недели В санатории Карантизирует Ну а лечилась Да И тут следующее значит Менгель беременна Ну а опять таки распространяет информацию Ну условно я говорю Ну с другой стороны Какая разница Ну девочка здоровая Молодая красивая Ну беременная Вопрос еще от кого-то То есть может у нее молодой человек есть Муж в конце концов Ну по идее Вот А почему сразу от Зеленского Ну потому что так хочется вот ревержуку Почему не от Трампа в конце концов Я не знаю не от Макрона Да Пожал руку и сразу забеременел Нормально все Или я побоюсь этого сказать Ну Владимира Путина Ого Ого Это следующий этап Там будет тройня обязательно Ну была же встреча в нормандском формате Ну вот поэтому и тройня Тебе сразу намекаешь Или из Мендель Ну на той встрече Мендель стояла рядом с Песковой Просто парам 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 Вопроси когда задавали журналисты Вы сейчас зашутитесь Я бы на вашем месте к следующей новости переходила У нас все очень органично Тут уже упоминали Богдана Как раз следующая новость у нас про Богдана О боже Где-то грустит Богдан Пишет 24 канал Ссылаясь на реакцию соцсетей На заплыв На заплыв Зеленского Ермака в Одессе Заметьте Мендель там не было Зато был Ермак Вот И Что подметили журналисты Что год назад Ну практически год назад Зеленский на этом же пляже в Одессе Купался с Богданом Но все знают Что Богдан потом Недолго ему осталось Плохой знак Слился Да А сейчас он купался с Ермаком Собственно Вы не видите в этом Какого-то дежавю Михаила Там была очень большая разница Какая большая Цвет плавок Цвет плавок Цвет плавок И как это Зеленский Огромная разница Зеленский набрал веса За год Каких в этот раз Плавках купался Зеленский А вот тут даже По-моему можно попробовать это Посмотреть По-моему Богдан тогда Купался в Черных плавках Да Сейчас По-моему в черных А сейчас я вам включу это видео Если можно Или в красных По-моему в красных все-таки Зеленский Ну там что-то Какая-то вот разница Между черными и красными Была Ну хорошо что мы еще Различаем Это радует То есть мы делаем вывод Это цвета правого сектора Черное и красное Богдан с Зеленским Как бы ассоциируют между собой Соития Еднания Еднания Да Мы тогда сделаем вывод Что у президента есть как минимум Две пары плавок Кстати По-богатому То есть это не как у всех Один Одни Вот видишь в черные Что он не хочет пока Выводить на экран этот кусочек Но он Ты подтверждаешь Пруф говорит о том что черный Да Ну что уже плюс Во-первых Новость сама Богдан скучает Во-вторых Зеленский умеет плавать Что тоже плюс Нет просто черный то любовь А черный то Нет Ну да Червоный то любовь А черный то жерный Но с другой стороны Заметьте То есть вот как создать новость То есть Богдана там нету Просто было событие Да Что Зеленский сходил С Ермаком И Ну поплавали в море Но Богдана приписали Богдана получает Почему ты пришел в красной майке Чтобы тоже быть ньюзмейкером Ключевым Ну да И будет новость писать Якубин в красной тенниске Заявил И это будет более важная новость Такая прям молодая Что Богдан скучает Что Богдан скучает Да Ну просто вот так То есть журналисты Нет Ну как-то не хватает Богдана Да вот к этой всей ситуации С пляжем Надо как-то Красок туда добавить Богдан скучает Или Звонок Какую-нибудь журналистскую редакцию Богдана к журналистам Здравствуйте Давно у меня не было Давайте какую-нибудь новость придумаем Например Я скучаю О кстати давайте Я скучаю Здравствуйте Давно не с вами Мы тоже соскучились А вы там как И я скучаю Я все цитирую Он тебе журналист Точно Богдан скучает Да Богдан скучает А Зеленский На этой неделе задекларировал 13,5 миллионов гривен дохода От продажи недвижимости Земельного участка Вот И внес их в декларацию Да Но не внес в декларацию Миллионы от операций с ОВГЗ Президент признался Что нарушил закон То есть совестливый Наконец-то У нас президенты Которые в этом признаются Что он на 5 миллионов гривен Собственно получил Денежных средств За счет погашения стоимости Облигаций Внутреннего государственного займа А вы все говорите Сорос там зарабатывает Там вот эти все Западные кредиторы На ОВГЗ Нет, сейчас на самом деле не так Просто проверочный вопрос Вы овагизите Он говорит Я овагажу И все И вот так вот Да Все овагизят По чуть-чуть Вот вы овагизите 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 Это еще надо выговорить Ну надо же Иногда по вечерам Иногда по вечерам Когда 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 Богдан скучает Я овагизю 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 Кирилл а ты овагизишь Нет Я овагизился Он Нет он женат У меня для этого Как мне сказал Такой есть экономический эксперт Александр Охрименко Чтобы овагизить Надо хотя бы миллион гривен Он говорит Когда у меня будет миллион гривен Тогда я буду овагизить А без этого Там нет Нет Нужно получить какие-то разрешения Там что-то такое Да И там еще Какие налоговые справочки Господи Вот в юности не надо было Некого разрешения Чтобы овагизить Зачем Так что Еще нужно доказать что у тебя Легальный миллион гривен Для овагизения То есть я так понял Зеленский продал Вначале свою вот эту недвижимость Вот И квартиру Или что там было Чтобы попасть в клуб миллионеров Чтобы иметь справку Что у него есть какие-то легальные средства И пошел овагизить Ну вот И внес их в декларацию И заплатит штраф еще какой-то Ладно Тут здесь лучше новость 3.15 Под Луцком Под Луцком Мужчина заплатил 200 тысяч долларов Ну не овагизить За вступление в масонскую лужу И сдал назначение На должность правительства Ну прекрасно Все раскрылось Наконец-то Внешнее управление Украины Ура Все Все таки Выплывает все наружу Масонская лужа Да кстати называется она Группа Ротшильда Да Масонская лужа Ты просто интересовался Я уже допробивал А может Миша там состоит Скидочку просил А может Миша там состоит Мы же не знаем Не исключено Не исключено Житель Луцка представился Членом британской организации Группы Ротшильда Ну у меня какое-то удостоверение Показалось Я от Ротшильда Британская Предлагал 200 тысяч долларов Содействие в получении должности В Кабмине И причисления к закрытой Группе масонов Мне интересно А человек который Согласился на это Он На что клюнул На то что ему предложили Должность правительства Или Причисление к закрытой группе масонов Или что Что было решать Всегда же мы там С юности читаем Про Вальтер Скотта Все эти штуки Вот эти все тайные общества Это же так привлекательно Было всегда Ну ты понимаешь Что у одних ордена Тайные какие-нибудь А у других Ложи Вот и вся разница Представьте А другие ложат Или кладут Кладут И человек читал телевизор А вот этот в этой ложе А вот этот в этот Секретный знак Вижу Это как в твоем анекдоте Говорит Слышали про тайное правительство Смеялись всей ложей Понимаешь А где тут Конечно Он кстати наш друг Кость Бондаренко Вообще сказал Что он может Договориться И провести кого угодно Да В масонскую ложу Обязательно И даже скидки Оптовым клиентам Там целый прайс Это реклама Конечно Конечно Так что обращайтесь Мы вас Свидем с нужными людьми От Ротшильда? Не-не От Ротфеллера уже От Ротфеллера Да-да Стоит отметить Странно что не группа Сороса Ну вот я примеру Нет Ну предложили же Что пора уже Вычистить Сороса Мне кажется В ложе Сороса просто нет места уже Вычистить Там все битком забито Тук-тук-тук Занято Да там слишком Но она слишком Стоит отметить Что среди изъятого у задержанного Помимо заявления Подерпевшего О выступлении в закрытую группу масонов Заявление Нашли перстень Печать масонов Перстень Ну и собственно 200 тысяч долларов Нет так смотрите Так еще он писал заявление Заявление Без даты Без даты Без даты Без даты Документы Документы все Подкрепляются Конечно же И в сейф Нет Дело 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 Мне Плохой сигнал Я хочу Мне уже надоело И не туда она Меня вывела А вот это Можете себе представить Звонок Телефон Здравствуйте Вас беспокоят из группы Ротшильда Здравствуйте 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 Да, ну... Вот слюня я уже сидел, говорит. То есть раньше было так сказать, я от Каноненко, а теперь можно же я от Роджельта. Не, ну это на самом деле, мне кажется, очень интересный случай. Вот со всех нюансов. То есть, наверное, человек действительно считает, что вот он смотрит на кабины и думает, так это же сплошные... Кстати, потерпевшие от подобных случаев, приходите в нашу программу, рассказывайте. Потерпевшие. Нам очень интересно, как вы не смогли. Почему все потерпевшие? Может быть, наоборот, осчастливленные. А осчастливленные тем более. А может быть, к нам входят уже давно. Некоторые гости из группы... Но не сознаются, что они авагизят. Таким образом. Да, авагизились уже, да. Да. Так, Шон, у нас еще есть тоже любимчик нашей программы по новостям. Он любимчик всех программ. Это Илья Кива. Кива снова застугали... И Кива или не Кива тоже... Кива снова застугали в Раде за странной перепиской. На этот раз депутат Кива получил от некой Яны Блядинской фото ребенка на море. В ответ рассказал о своих расходах на содержание. Фамилия? Журналисты... Сейчас я тебе повторю. Журналисты сняли... Вот, собственно... Ну, там даже и подписано. Сняли эту чудную переписку с содержанием. 3000 тебе, плюс 7500 лагерь, плюс 5. Дима. Какой это Дима еще? Плюс 1000 твоя мама, 16000 потраченных ей деньги на этой неделе на тебя. Содержание и нахождение охранника, 1500 в неделю. А как фамилия фигурантки? Яна Блядинская. Какая-то она так подписана у Кива. Да. Может это, как это, псевдоним. Или вымышленный образ. Вот четкое имя. Ну, фамилия, честно говоря, так себе, мне кажется. Меня больше пугает, что там за Дима в этой теме еще. Да, раньше думали, кто такой Эрика. Сейчас думают, кто такой Дима, в конце концов. Можешь сразу объяснять там уже кто, что, когда, что за Яна, откуда? Я думаю, просто, как бы, народный депутат Илья Кива финансово поддерживает несчастную женщину, у которой с детства буллинг из-за фамилии. И он добивается, чтобы она поменяла такие фамилии, спонсирует даже, говорит, вот, пожалуйста, только поменяй в конце концов фамилию. Мне стыдно перед журналистами, что я общаюсь с таким абонентом. У нас еще 7500 лагерь, кстати. Это же, наверное, не трудовой лагерь. Какой лагерь? Это лагерь Пласт в Куршавеле, если в долларах. Кстати, да, мы же не поняты в какой валюте это все. Как это? Это в евро. Это что за охранник за полторы тысячи в неделю? Как-то дешево. То есть на этом сэкономили. А, еще оплата аренды дома есть. Откуда взял-то эту новость? Честно, я вот ее пропустил. Это шедеврально. Из Униана. Создал. Да, кстати, Униан. Или тебе прислала Яна. Яна, наверное... Кирилл, озвучьте, пожалуйста, а то меня не слышат. Да, я помню, когда-то... Я бы на месте фракции УПЗЖ уже у Кивы забрал телефон, честно. Да? Да, ну это же постоянные хайпы вот эти вот. Так если у нее забрать телефон, он будет постоянно говорить. От скуки. Или что-то делать руками. Что может еще хуже? Надо чем-то руки было занять. Хуже закончится. В общем, ладно. Будет Кива разбираться с Янами, с Димами. Тут вот здесь уже про Раду пошли. Так есть еще новость, что депутат Юзик, более известен для общественности, не для общественности, а для, наверное, руководства парламента, как Юрий Корявченко, решил устроить в Раде перекус. И его застукали, тоже сфотографировали журналисты, за поеданием батончиков Рошен. Вот они. То есть это уже происки евросолидарности. А ты не знаешь, может быть, к Рыголам, так оп, ему батончик. Так я же говорю, это операция-провокация. Подсадить на батончики. Я думаю, с утра депутаты на евросолидарности идут просто и раскладывают батончики. Всем, всем. Всем, да. Чтобы голосовали. Как можно? Чтобы турборежим хорошо работал. Не, ну если бы у Зеленского был свой кондитерский заводик, я думаю, там уже его были бы шоколадки всякие. Батончики, конфеты. Надо задуматься. И назвать их какой-нибудь прямой рок. А почему прямой? Потому что не кривой. Нет, что типа золотой век. Золотой век? Ну как-то... Это кто? Золотой век. Ну. Золотой век? Золотой рок, да. Золотой век. Это Юлечка. Кстати. Ну Машенька есть, а Юлечка нет. Кстати, а вот такого нет, да. Да. Или шоколадка Юлечка. То есть есть Аленка. Ну да, Аленка, только Юлечка. Юлечка, да. И Юля Тимошенко думает, боже, это же мне. И может было бы даже, она могла бы там в рекламе сняться. И вот это, ее голосом, такой, нежный шоколад. Любимый, Виль. Злая новость. Экс-глава Инбулга Вонтарева призвала МВФ забрать в Украине первый транш. То есть, как забрать, я не знаю. Его уже потратили. Забрать. Его уже нет. На самом деле, очень патриотично. Правильно? Сидит в Лондоне такая. Нет. Транш? Нет. Сюда транш. Не в Украину. Верните взад. Да. Где-то там на Грушевского смеется Шмыгаль, который уже этот транш там распихал. Раздеребанил. Почему эта идея пришла в голову Гонтаря? Почему? Потому что она считает, что этот транш... Потому что скидки науги пошли. Что этот транш выдали под независимый Центробанк и экономические реформы. Что она считает, что реформ нет, а банк без Смолия не может быть независимым. А как так могло произойти, что, смотри, вот все годы реформы были, да, потом Смолий сам уходит, заметьте, сам уходит, да, его же не выгоняют, он сам ушел. Ну, он, наверное, на повышение... И тут реформы закончились. То есть один человек, то есть один человек, это была реформа? Я так понимаю. Я так понимаю, я так понимаю. А что делали все остальные банки? Это был ледокол реформ. Подождите, есть же человек молния, да, Людина Блэсковка, а есть человек реформа. Вот он пришел, отреформировал. И все? И все, и улетел, да. Не, думаешь, Майя переводит на повышение, он поедет в Пуэрто-Рико к Пани Ересько, разваливая их экономику дальше. Добавлятся к Соединенным Штатам в качестве штата. Там же дефолт был в Пуэрто-Рико. Был. Вот, сейчас переезд Смолии, еще им девальвацию строят. Не, ну, во-первых, там еще есть другие зависимые территории. Есть, например, остров Гуам. Кирилл, не надо только все на Пуэрто-Рико, мне кажется, им и так уже достаточно. Не, другой вопрос. А вот Гонтарева, она сейчас в Лондоне, да? Да. Вот, очень удобно в Лондоне сидеть и такой, так, что бы такое еще сказать? А давайте первый транш отберем у... И сюда. Да, и назад ко мне, помните, я же его брала, эй. Ребята, а если это транш-бумеранг, вы не думали? Ты его отпускаешь, а он возвращается. Ты его отпускаешь, а он возвращается. Нет, тогда мы его вернем только в гривни и посвеженно напечатанными купюрами. И кстати. Нет, лучше в копейках. Я же сейчас 10 гривен, знаете, такие железные. Все вот так нагрузить и туда. Вот вы смеетесь, смеетесь, между прочим, вот копейки, это еще очень даже ничего. В Китае обнаружили, что золотовалютный запас покрашен краской, понимаешь? 4% золотовалютного запаса. Ужас какой. А еще коммунисты. Ты секундочку, подожди, а может с Мали ушел, потому что знает, как у нас. Потому что у нас не 4% покрашено. То есть 20 миллиардов. Нет, ты представляешь, как вот забор пишут, или там лавочка. Не садитесь, окрашено. Вот так вот подходят к золотовалютному резерву, там говорят, окрашено. А у нас открывают, думают, что это для желтой снитки, а там батончики. А там Порошенко. Батончики. Конечно. В золотой фольгии. А они похожи, между прочим. Возвращаясь к новости, когда мы купюры в Порошенко бросали, все собирали, говорят, это на первый транш нам вернуть, надо вернуть. Надо вернуть, все собрать, да, до копеечки. Кстати, или знаете, есть же такие еще шоколадки в виде золотых монеток. Монеток, конечно. Открывают, а у нас вот сплошное такое золотовалютный резерв. Берите, пожалуйста, угощайте. Вот так мы ими вернем все долги. Вот дети любят калейдовать, знаешь, в золотовалютный резерв приходят, говорят, там, тра-та-та-ра-та-ра, да, и все, тебе там хоп, и отсыпали монеток. С откусанным Дедом Морозом, так с головой. Надо эти рекомендации передать министру финансов. Кстати. Вот-вот. Ну, есть еще, вот, кстати, моя любимая новость этой недели. Понятно. Есть такое чудо-министр энергетики Ольга Буславец, она отличилась в интервью. Она же не министр, она исполняющая. Да, наверное, уже и не будет. Вот, она рассказала. Откуда ты знаешь? Рассказала журналистам, как она принимает кадровые решения. Так вот, при подборе кадров Ольга Буславец в министерстве прибегает к помощи гороскопа и полагается на собственную интуицию. Цитата. Скажу вам честно, иногда на этих собеседованиях я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей. Я рождена под знаком рыб, а это очень интуитивные люди. Меня эта интуиция очень часто спасала, оберегала, и поэтому она ее применяет в работе. Как вам такой метод? Рыба – это двойственный знак, может, там еще и раздвоение личности. Нет, подождите, а вам не кажется, что это тоже группа ложа? Ложа. Нет, я думаю, что это группа Жака Ива Кустом, мне кажется, это что-то более серьезное. Подводный мир, он такой. Нет, я представляю, вот лежат, знаете, люди хотят устроиться на работу. Да, люди просто, да. Хотя, кризисы есть, такие руки. Их резюме, так, вот какая тут дата. Так, вот смотрим, совместимость, открывается газетка. Нет, нет, Алексей. Нет, нет, на этой неделе нет. Нет, ребята, чтобы вот как бы Кабмин, чтобы сдать вообще возможность, чтобы экзамен попасть, они должны продемонстрировать синхронное плавание, знаешь. Нырнули. Говорит, кто отстающий, нет, вы нам не… Это же команда плавания. Нет, все-таки, конечно, все обязательно. И такой отдел HR, заходишь, значит, астролог, нумеролог, френолог, таролог, да. На кофе годолог, да, вот этот вот все говорит. Кафетолог. Кафетолог, да. Кстати, хорошо хотя бы, что она энергетикой ведает, а не финансами. Смотря какой энергетикой, я не знаю, какой энергетикой она ведает. То есть ей про зеленые тарифы, она опять там проводит. Нет, она говорит, а вы знаете, какой сегодня день? Мерку, ретроградный Мерку. Ретроградный Меркурин, да, да. Нельзя об этом сегодня говорить. Парад планет. Нет, я сегодня не встречаю, все встречи отменяю. Все отменить. Гороскоп сказал, нельзя. Нет, а лучше не так, говорит, с вами нет, мы не сработаемся, мы в векторном кольце. Да, не получается, чтобы рыбы работали с каким-нибудь там… Скорпионом. Скорпионом, да. А ты, представляешь, там, например, заседание правительства, как проходит по селекторной связи, а у него там какой-то спиритический сеанс. Ну, подожди, я буду приходить. За руку. Ребята, это же Украина, тут должны быть реформаторы, которые приходят и говорят, нет, астрологи ошибаются. Есть тринадцатый знак змееносец, он у нас и будет министром. Каким министром? Какого-нибудь там культуры, давайте его сделаем. Или информационной политики. Так вот это ложа. Смотрите, вот этот человек, он просто, наверное… Это ложа. Он не ложа. Он хотел туда попасть, да. Приди и сказать, вот у меня тут есть карты. А может быть, он увидел, что у него вот этот его гороскоп хорошо совпадает с другими членами правительства? Вот там как раз корень лажа. Я думаю, блин, почему? Надо все-таки в резюме внести знак зодиака. Конечно. Пишешь, коммуникабельный, стрессоустойчивый, водительские права. И, конечно, да, там… Можно даже какую-то ссылочку сделать, там, в этот день, когда я родился, солнце было… Неплохо совпадают, значит, там, с весами, близнецами. Посмотрите, кто руководитель. Особенно удача, либо мама часто раскладывает пассианс, и он у нее сходится. Приношу удачу в союзе с… Снимаю горью. С нефтью и газом. С нефтью и газом. Да, кстати. И с энергетикой. Я думаю, этот кадровый, это надо взять на вооружение. Кирилл, так тебе надо поправить резюме. Кстати, а кто вы по знаку зодиака? Давайте посмотрим, может, мы не совместимы, ребята. Это же важный момент. Близнецы. Близнецы. Это уже хорошо? Овин. Дева. Обычно я скрываю, да, по своей биографии, но вообще-то я дева. Кстати, мне кажется, этот метод надо взять на вооружение слугам народа, потому что они же, как говорят, у них система лифт, отбор какой-то там… Социальный лифт. Социальный лифт. А теперь будет социальный гороскоп. Астральный лифт. Все думают, что сейчас в эфире всего четыре, а нас, на самом деле, с бизнесами, нас же гораздо больше. Конечно. У нас целая толпа просто. Тут еще альтер-эго застанет. А по поводу интуиции, вот опять же, собеседование проходит, а значит, Ольга Бустровец такая сидит, приходит, тот такой, она такая, так, так, интуиция, интуиция. Она такая, я сегодня выходная, алло, все, пока сама-сама по гороскопам. Рацио тоже не работает, я сегодня не вышел, у меня семейные проблемы. Больничные у меня, все. Тричь отменяем. Новости Киева. Извините, еще, может, у них из-за этого кадровый голод, они не могут никак пазл сложить. Конфликт у них, я тебе говорю, все вектор смотрят. Они такие не подходят, не подходят, не подходят. И только Аваков такой классный, все хорошо, понимаешь? То есть, заметьте, год высокосный. Смени носит. Год высокосный, ретроградный Меркурий и так далее. Они смотрят, ну, не лепится, ну, вот, как бы ты... Парад планеты, что я говорю недавно. Да, они... И говорят, надо подождать немножко. Конечно. Год. Год, да. Кстати, хорошие... Дайте поработать. Хорошее объяснение. Почему все не так? Ну, вот, вот, посмотрите. Да мы, на самом деле, только что быстренько набросали программу правительства. Нет, так, смотрите, так, и, получается, самые главные люди там, это кто? Это вот все там, гадатель, астролог. То есть, надо уже... Помните, у нас когда-то выселили из Кабмина парикмахеров? Так надо туда вселить астрологов. Это будет инвестиционная, ну, не знаю, астрологическая няня правительства. Вот, да. Астрологическая няня. Все туда будут ходить, так оп, оп, оп. Разложили. Сегодня можно, сегодня нельзя. Подписывайте договор, не подписывайте. Боже, какая жизнь прекрасная будет. Правда? Подождите секунду, вы думаете, просто так Арахами в битве экстрасенсов снимался? Опа. Он готовился. Он знал. Он просто тихо не афиширует эти вопросы. Какой там, допустим, там, не знаю, как этот, детектор лжи. У него все сделано как надо. У него свои люди говорят, вот с этим поговори. А вот туда не ходят. А представьте, что он говорит на правительстве. Звезды говорят, сегодня мы не можем это делать. И people's how it. Как минимум. Ну, поначалу... Нет, это же не вы, это же звезды. Нет, я думаю, поначалу это будет вызывать... Нет, серьезно. Представляете, вот приходишь, так вот, говорит, давайте погадаем. Звезды говорят, бюджет будет расти. Слышишь? Да. А он говорит, да, не-не-не-не, не получится. В этом месяце точно, вот в следующем однозначно. Мы платим вам пенсию. Степанов по маске, говорит, чихнул, потом такой посмотрел, так, у нас в этом месяце статистика. Алексей, вы умеете, вот можно было бы гадать вот на руке, а надо на кофейной гуще. А вот Михаил предложил чихнуть маску и гадать. По сопля? Степанову, да. На медицинской маске, это новый метод. Это только на суженного, знаешь, разве что. Вот. Ну, недавно, кстати, было Ивана Купала. У меня нет предложений. Вот придают, ребятушки. Вот было же как раз недавно Ивана Купала, через костер прыгали, венки вам ловили, как бы, которые девушки вы бросали. Уставец не венок, Ивана Купала, она доверяет звездам. А мы не знаем, может, она так своих заместителей ловила. Бросила три венка, они вот куда приплыли. Суженый, ряженый заместитель мой. Под Днепром, под Днепром. Придись. То есть кто перепрыгнул через костер, тот замминистра. Кто не перепрыгнул, ну. Ну, тот сгорел на работе. Будем искать других, да. Тогда производственная травма сразу, понимаете, там же. И больничные. Надо следить как раз у кого эти. Не, ну а что, а скоро мы тогда идем на следующий будет этап, я уверен, будет феншуй. Подождите, вот это конкурируется. Нет, по феншую, подождите. У нас снимают и вешают как раз технику в офисе президента. Ну, вспомни, вот по феншую сначала все унесут. В офисе президента, на этом можно было ставить точку. Снимают и вешают, да. И портят как раз. И портят. Это надо заслуживать мнение Мендель на этот счет. Он там на хозяйстве. Есть еще хорошие у нас новости, новости Киева. Дубинский ради ролика с критикой Кличко пересел на велосипед. Ну, пересел он на него с внедорожника. Есть видео очень смешное на эту тему, сейчас мы вам кусочек покажем. В Лексусе приехал, на велосипед пересел. Вон Дубинский. И снимает себе видосики для кинских выборов. Разве это не смешно? Дубинский, мама любит скорость. Поставил в Лексус себе, на велик пересел. Я такой, короче, крутой, буду на велике кататься. А что смешного? Он же не на трехколесном, знаешь, с помпончиками. Когда, ну, словно, какой мама подарила, так и ездишь. Или там в красном или розовом шлеме, да, когда, ну, словно, там с каким-нибудь единорогом. Нормальный велосипед, сел, поехал. Я понимаю, если бы он вот сказал, что он идет в мэры столицы и поменяет фамилию, допустим. На какую? На Кличко. На Голобородько. На Голобородько, ну чего? На Кличко. Поменяю на Кличко, так больше шансов выиграть, да? Тут, кстати, он на этом не останавливается. Дубинский продолжил снимать ролики о велодорожках плохих. Для этого сейчас пик, он перекрыл целую полосу движения на Южном мосту и снимал ролики. А вообще, а кто-то эти ролики видел? Ну, и они, наверное, монтируются еще. Нет, нет, вот то, что снимали, окей. Ребята, я на самом деле жду. Слушайте, это все интересно. Еще выбор впереди. По факту, если у нас идут еще с теледебаты, то должны быть еще и политические гонки. Вот смотри, гончи рук на самокате против стритрейсера. Стритрейсеры, конечно, ночных. А кто им будет вот эти отмашки делать? Погнали. Ну, там... Найдется кто-нибудь. Бусловец. Да, кстати. Ребята, раки в скорпионах, поехали. Звезды рассудят. Нет, мне кажется, Дубинский, он... И чувак сзади такой с фальшивыми долларами. Конечно. Дубинский, на самом деле, понял, что трюк с велосипедом Голобородки год назад сработал. Думаю, это можно и второй раз сработать. Слушайте, ну давайте, мне кажется, что все кандидаты должны быть... На символике «Слуги народа» уже нет у человека с велосипедом. Велосипеды должны быть на разных каких-нибудь... На велосипедах? Ну, почему в велосипедах? Есть же электросамокаты, гироскутеры всякие, да? Да. Моноколеса, пенниборды всякие, скейты, да? Ролики, наконец-то. Лыжи, в конце концов. Скандинавская, как ваше. Нет, нет, послушай, Тищенко может быть на водных лыжах еще. У нас же не только, что можно еще на воде соревноваться. Нет, так смотри, то есть ты предлагаешь огласить какие-то олимпийские игры, мэров, кандидатов мэра. Конечно. Кто первый приходит, там, на разных видах. Обязательно бокс включить. Взять еще обязательно. Сразу такой, извините, я ухожу, я вычеркиваю себя из кандидатов пока. Ребята, тут большие шансы у пловца из гидропарка, он может вообще без любых, как бы, просто плавать туда. Под мостом. Конечно, хороший кандидат, ну, надо брать. Ну, вот, как вам идея вообще? Пускай они хоть что-то делают полезное, а то мы понимаем, что, как бы... Дебаты такие себе. Должен быть хайп, опять же. Достаточно. Стадион так стадион, бассейн так бассейн, река так река. Не можно, кстати, забеги какие-то на крещадике устраивать. Сейчас я вам зачитаю, как это было в Древнем Риме. Император Нерон хотел стать олимпийским чемпионом. На Олимпиаде 67-го года он участвовал в гонках колесниц. Кстати, колесницы еще можно вести. Вместо двух лошадей ему прыли 10. Это чтобы он имел качественное преимущество. А потом, ну, через несколько кругов решили вообще... Отцепили всех соперников, и остался Нерон один. Перед самым финишем пьяный Нерон выпал из колесницы, но рабы дотащили его до финиша, и он стал олимпиоником. А вы чувствуете, как Кирилл ржет, как все 10 лошадей, понимаешь, пока читает. Ребята, на самом деле я думала, что Кирилл прочитает новость, что Олимпийские игры, которые в древности, ведь все спортсмены выступали голыми. Я не видел, я не знаю. Ну, по факту. И лошади голые. Лошади, я боюсь, всегда были прикрыты. Нет, Кирилл, лошади всегда одеты. Прикрыты, конечно. Мне кажется, что если бы наши кандидаты в мэры выступали голые... Победил бы Кличко. Ты уверен? А он же спортивный. Ах, ну... Подождите, там достаточно таких. Вы так говорите, как будто бы... Там просто у боксеров шорты длинные. А если голыми, так вот надо уже понимать все подноготное. Нет, чтобы уже все видели все. Чтобы все уже действительно понимали. Ну, понимали, но уже... Ну, надо оценить по делам их, а не по достоинству. Это же, что за... Ты хотел хайп? Получи, но было бы интересно. У нас кто-то из женщин вообще идет в мэры? Ворощук? Да. Тогда да, можно всех посмотреть. Можно всех посмотреть. Да, была еще Лена Кровец, но она отказалась, да. Вот жалко. Но она уже не Кровец, да? Да. В прогулах. В Испании политик принял душ, включенный... Еще ремарочку по поводу того, что... Вот очень хотелось бы хайпа, когда Дубинский такой, значит, на велосипеде такой едет, едет, потом встает такой и говорит... Я почему злой был? Потому что у меня велосипед без седла. Вот, да. Без седла. Без седла, да. Да уж. Ну, ладно. Пожелаем ему проехать какой-то Tour de France. Не, почему? Я пересяду на гироскутер. Поменяю, да. Моноколесо. Моноколесо, точно. Моно-большинство поменяю на моноколесо. Моно-моно. Вот тебе и слоган, да. Моно-моно. Можно себе такой слоган придумать? Моно. Подождите, смотри. Все же говорят, вот, про монобульдозер, монобульдозер. Ты представляешь? А Пётр Алексеевич ездил на бульдозере до того, как это стало мейнстримом. Да, на грейдере. А представь там того же Юзика на моноколесе. Все такие фантазии. В Кривом Армаге. Михаил, а вы вообще новость приготовили? Что вы сидите, молчите? Я приготовил, но ее уже прочитали. Мне очень понравилась новость по поводу группы Ротшильда. Продажи должностей. То есть ты просто договорился напрямую с редактором и втиснул ее в программу. С редактором. С редактором. Тоже хочется к ним просто причаститься. Откуда вы знаете, может быть, Миша есть масонская ложа? Потому что, посмотрите, какой-то вот странный тут знак, ну, пирамидка. Более того, три пуговки на манжете, это неспроста. Странно держит руки. Вообще просто. А так? Вообще ты, кстати, какой-то странный тип, мне кажется. Пойду я, наверное. А вас, граждане, не попросим. Не удалось вас завербовать. Так, ладно. Давайте про Испанию нашу любимую. В Испании политик принял душ с включенной камерой во время онлайн-встречи по Зуму. После чего был такой скандал, что он ушел в отставку. Тут есть видео, я не знаю, это можно показывать субботу утром. Пошел на полный шаг. Вот вы хотели голых политиков, получайте. Это прекрасно. Не, ну слушайте, ну там дело в том, что сама встреча, насколько я знаю, длилась пять часов. Самое интересное. Понимаете? Это неплохо ходить голыми. Нет, ну это в Зуме просто. Человек забыл выключить камеру. Он уже просто, он уже там сидит пять часов. Уже ужасно думать, надо пойти в душ. Нет, самое интересное, это лица как раз остальных твоих спекеров, которые так, а что, можно было еще и в душ сходить, да, кстати? Не, не так, подожди. А давайте не забывать о том, что отключайте ваши камеры. Нет, ребята, просто они на самом деле, глаза полные зависти. О, у него вода есть. У него есть че? Горячий. Он что, себе позволит пойти в душ? Вот так вот, да. Да, это вот по Зуму, когда Кличко включает всех там начальников района. Селекторное совещание. Да, вот кто-то в душе такой, так, у них есть горячая вода. Просто вода у них есть, мы идем к ним. Да, перекроем им воду, да, душ и связь и интернет, чтобы не выходили к нам больше. Ну, вообще, это интересная идея. И кто-то выложил видео это? А что должны были? Это они позавидовали. Там еще заблюрили, между прочим, а могли же оставить как есть. Он еще уволился после этого. Да. Это же абсолютно природно, мне кажется, он же, извините, там никого, ничего не делал такого. У нас, наоборот, как Клитина карьеру начинает на этом стоять. У них заканчивается. Ну, я постижно уволился. Нет, это, кстати, новая для нее идея. Зумить? Нет, душ. Для Клитина? Да. Следующий ролик будет из душа просто. Душа не было еще. С душой и с душа. Это вот будет слоган такой. Это, кстати, вы тут могли бы быть еще и серьезным политтехнологом, я вам скажу, Михаил. Я подрабатываю. Халтурите. А нас всех вдохновляет наше прекрасное кофе Алькофино. Как всегда, спасибо нашему титульному спонсору. Бодренькое утро. Да. Сколько мы новостей нашли в связи. Да, еще есть хорошие новости про Америку. Боже. Рэпер Кэнни Уэст заявил, что будет баллотироваться в президенты США. После чего заявила и Берис Хилтон, что идет в президенты США. Все, ждем Ким Кардашьян. А нет, интересно, от какой партии? Жена Кэнни Уэста. Ким Чен Ин. От какой партии они пойдут? Да, это жена Кэнни Уэста, Ким Кардашьян. Ага. А Риана же, когда Парис Хилтон спросили, а кто у вас будет вице-президентом, он говорит, Риана, она красивая и умная. Кстати. Это кто сказал? Парис Хилтон. А, ну нормально. Она тоже идет в президенты. То есть все идет в президенты. Так Трамп тоже так начинал, сначала отели строил, а потом. А нет, какой партии пойдут? Потом в кино снимался. Сами от себя. Они сами себе партия. А так можно вообще вот как-то? Хилтон, это уже. Идти можно. Победить не нужно. О, сейчас мы еще показываем нашим зрителям. Поверь си Твитера. Знаешь, президент. Ролик предвыборный Парис Хилтон даже записала. Давайте. Боже. Давайте ролик. Молодцы. На телефон записывала. Причем обычно в роликах они что-то обещают, а тут можно ничей не говорить. На самом деле, мне кажется, немножко мастаревше. Клитина, более модернизирована. Можем продать Америке. Не, ну согласитесь, да? Тут немножко как-то очень так пуританские. То есть какая-то демонстрация одежды. Так она, может, и демонстрировала одежду, а потом решила, что можно... Что это может неизвольно отходить. Да-да-да-да. Лобутены. Можно и за рекламу взять деньги у этих... Спонсоров. Не знаю, что это там, какого-то там брендового магазина. И еще и... Мне еще понравилось, она надела галстук мужской. Меряет, примеряет. Трампа. Да. Красный. Нет? Да. Ну, во-первых, это красиво. Смотрите, я так понимаю, что ее ключевое обещание – белый дом будет розовым. Покрасит. Пинк-хаус. Ага. И чихуа в каждый дом, понимаешь? Кстати, да. То есть, я думаю, она еще взяла деньги у пределекраски. Вот это, кстати, опасная штучка, потому что ее-то обвинят в связи с Китаем. Китайский агент. Кто вам поставляет чихуи-хуи вот эти вот? Откуда они у вас в таком количестве? Она, по-моему, посягнула на святое, но Белый дом всегда был белым. Перекрасить его в розовый? Несмотря на вот некий расизм, который звучит «Белый дом», вот это вот, ну… Ну, правда, есть уже. Это пролоббировали производители краски. Ты курила! Реформа такая. А помните, как они красили красный корпус? И потом делали себе рекламу вот именно с красным корпусом университета. Да-да-да. То есть, слоган, значит, у Трампа был «Make America Great Again», а тут «Make White House Pink». «White Again». «White Again». Ну, и знаете, как переделали слоган Трампа «Make Great Britain America Again». Ах ты! О, да. Ну, сделаем Бриттон уже не «Great» просто, и все. Обычно нет. В Украину впервые прибыл поезд с товарами из китайского Уханя. То есть, коронавирусный. То есть, я так понимаю, что все вот эти месяцы он и шел из Уханя. Ну, видели, как он долго пробирался. Три месяца ехал. Нет, он проходил карантины. В каждой стране. По 14 дней. По 14 дней. Нет, он прокладывал себе рельсы и ехал. А карантина, Саша. А карантина, проложил, проехал. А там разобрал, знаешь, это как вот… У кого была железная дорога игрушечная? Да, да, да. Там же все стыкуется, знаешь, отсоединил, поставил отсоединил. Во-первых, это очень интересно. Смотрите, то есть, получается, в Ухань можно доехать на железной дороге. Мы теперь знаем. Ну, за три месяца где-то. Но можно. Электричка «Фастив Ухань» приходит на пятую колею. Витправляйтесь с пятой колею. Ну, «Фастив Ухань», я считаю. А можно так, чтобы вот вы сели, например, в Уханьский поезд и во время движения карантина отсидели? Да. Ну, пока доедет, месяца как… Три месяца, да, отлично. Такой салон капсулы. Между прочим, это еще швидкий сний потяг. Швидкий сний. Был бы обычайный. Было бы на 12 годин довше. А вагон-холодильник для тех, кто не прошел карантин, там тоже будет? Вагон-холодильник? Вагон-холодильник. Ну, может, он, кстати, привез этот поезд, часть золотого запаса Китая, который оказался… Ой, ты 4%. Перекрасьте нам. В розовый, пожалуйста. О. Это вот этот золотой запас. Да, 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 да. Золотобатончиковый запас. Часть золотого запаса Китая оказалась перекрашенной подделкой из меди. То есть, вы говорите, Ротшильдер, Рокфиллер. Там уже и китайцы уже додумались. Не, ну 4%, представьте, из золотовалютного запаса Китая. Это немало. А сколько это в деньгах? Сейчас я скажу. Батончика хороша, ты что сказать? Ну, там много. Сколько это в литрах краски? Сейчас, сейчас, сейчас. Это где-то на 20 миллиардов юаней. О, а 20 милли… Миш, посчитай, ты же в юанях все считаешь. Мы, масоны, считаем все в фунтах стендерга. То есть, приходишь на рынок и давай индексировать все по юаню, там цены на лук. Бабушка, почем у вас лучок? Я 15 гривен, сынок. Он говорит, а в юанях сколько? И пока не пересчитаешь. Он говорит, привыкайте, бабушка. А между прочим, я думаю, это наше близкое будущее. Будущее. И не такое оно далекое, как нам кажется. Ждем в обменниках… Юань. Так уже есть в некоторых. Ну, так в некоторых, а во всех. Во всех. Во всех обменниках страны. Там Мао Цзэдун нарисован, он у нас декоммунизирован. А он не запрещен. Кстати, Карл Маркс тоже и Энгельс. Знаете, они не подпадают под закон. Это на 2000 гривен будет, ребята. Нет, Карл Маркс просто будет на 2000 купюре в гривне, я думаю. Гривна юань. Конечно. Кстати, может быть, совместная валюта. Ну и можно оплатить сразу фасти фухань. Специальная валюта. Специальная валюта. А у вас гривны юани? Нет, просто знаете, раньше всегда проводники меняли, еще денежки. Да. А тут как бы. Мы помним. В Англии наркокурьер случайно принес крупную партию наркотиков полицейским. Случайно. Отмечается, что полицейские обыскивали дом подозреваемого. В этот момент к этому подозреваемому пришел курьер. С посылкой. Была упаковка детских игрушек. Завернутые в бумагу с изображением детской пожарной машины. А там-то оказалось... А там оказалось 8 килограмм кокаина. В пожарной машине. Неожиданно, да? Сколько это в юанях? В ваших английских фунтах на 600 тысяч. О! А в чем принес посылку? В пожарной машине детская игрушка. А почему именно в этот дом? Ребята, подождите, вот тут на секундочку почесали затылок ребята из Канатопа, которые всегда заходят в поезда и приносят игрушки. Знаете, такие огромные? Ну вот эти вот пушистые. Купите мишку! Вот, представляешь, сколько в поезде фастов Ухань можно провести... Можно привезти! Купил мишку где-нибудь там вот в Канатопе, да? Выгрузил ее там под Ухань и как бы оплатил, отбил дорожку. И цех китайцев, которые сидят и зашивают это все в игрушки. Нет, а вот представляете, вот собственник этого дома, да, он думал, боже, как пронесло. Вот ты смеешься? Курьера нет еще. У нас новость была. Никаких наркотиков нет. Обыск проходит, и тут проходит курьер. В каждом зернышке авокадо было как бы зашито капсулом. Все же проросло. А тут просто какая-то такая банальная. А тут какая-то игрушка. Ну, вообще... Мужчина банальная, да. В Одесской области женщина отправила знакомому в СИЗО наркотик в наркотики. Наркотик в наркотики? Вот это оригинально. Отправила продуктовый набор в куске сала, ты угадал, в куске сала была конопля. Ой, наркотик в наркотике. То есть можно было и съесть, и покурить. Нет, это кальян со вкусом сала, знаешь? Говорит, вам как, на воде, на молоке? Ну, нет, на сале. На сале, да. Я особо, там, гурман, знаешь? Миша, я так понимаю, что это у тебя вот такое интересное лежит? А это я подарок принес. Давай. Сказали, нужно принести свой подарок. Это моя книга. А то можно было почти закругляться. То есть ты не только авгизишь, но еще и пописываешь? Ну, еще пописываю, да, иногда. Поэтому вот вам мой подарок. Вот вам мой книга. Вот вам мой книга. Что они хотят? Инструкция к применению, да. На самом деле. Мужчины инструкция по применению. Боже, мы к вам еще инструкция прилагаем. Бывает иногда. Буду штудировать обязательно, а то как-то все мы не по инструкции, да не по инструкции. Вот в этом проблема страны. А вы вообще читаете, ребята, вот инструкции? Спасибо, Мишенька. Напишите на нашу инструкцию. Когда покупаете какую-нибудь новую вещицу, инструкцию читаете или вы сразу все знаете, как работает? Нет, интересно же попробовать все своими руками. Единственная инструкция, которая... Все кнопочки подоживает. Да, читая последнее, это вот к распылителю воздуха. Освежителю воздуха. Если забывая, мобильный телефон. А какие-то клавиши, комбинации, если, допустим, дернуть за нос и пощекотать за ухом? На распылителю воздуха нет. Вот что будешь? А вот это универсальная инструкция или только к тебе инструкция? Нет, ну универсальная. Или можно и Кириллу применять. Я тоже почитаю. И другим. Я вам потом расскажу. Зачем вам читать? Боже, вы же еще... Перескажешь человек. Да, конечно. Саша, ты видосик записываешь? Будем... Да, буду читать, что делать. А видосик потом? Чтиво на... А видосик потом? И видосик запишу обязательно. В ТикТоке. Эх. Следите за нами в ТикТоке, кстати. Будем тогда, наверное, благодарить Михаила Шаманова, который пришел к нам сегодня на передачу. Мне кажется, прекрасно. Вам спасибо. Спасибо. А в следующий раз мы вам расскажем новость о том, как на Одессане затопило стадион, который на днях торжественно открывал Селенский. Так что, до новых встреч. До новых встреч. Слезами. Слезами. Слезами.